Утро, мои дорогие. Утро такое, было немножко дождливое, но, судя по небу, я думаю, наверное, все-таки разведнется. Ну, там чуть-чуть. Не холодно. Так, знаете, сегодня опять будем работать, грязную работу будем делать, поэтому я опять в этой кофте эту одену сейчас, потому что нужно стеллаж сам на кухне. Надо начинать мыть кухню там, где мы с вами готовим потихонечку, потому что в Пасхе я хочу, чтобы там было чисто. Ну, что-то нужно будет быстренько приготовить, или же приготовлю сегодня, если Саша приедет, у меня кое-что есть кушать, то быстрые такие бутерброды хочу показать тоже, то есть быстрый завтрак или быстрый обед. Можно это использовать. Так, хватит болтать, потому что, я не знаю, мои видео, я же говорю, это художественный фильм. Я не знаю, когда я научусь делать короткие. Не получается. Все, мои дорогие, пошли. Сейчас быстренько позавтракаю и начнем активно, активно работать. Вы тоже собираетесь, если вы выходные. Если нет, то на работу, конечно, желаю вам рабочего дня. Сегодня пятница, последний рабочий день. Завтра, послезавтра выходные будете отдыхать, будете лежать на диване. Ну, кто будет отдыхать, а кто, я имею в виду, женщин, будет по хозяйству работать, стирать, детей обстирывать, готовить, утюжить. Ой, работы полно. Так что, давайте, пошли завтракать. Завтрак, ребята, я уже не смогла. Смотрите, сдавила и не смогла, чтобы не вытащить капусточку. Ну, какая же она вкусная. Ну, вот сегодня уже вечером нужно будет поставить ее в холодильник, потому что тепло уже становится, и она перекиснет. Вот на этом этапе она чуть-чуть еще день постоит, и все, без масла, без ничего. Слышно? Хрустит как. И вот яблочко сейчас попробую. Ну, яблочко, наверное, еще. Ой. Нельзя не укать, просто блаженство. Ну, какая она белая, смотрите. Видите? Вот рецепт этот, который с сахаром и, ну, с водой, или с медом. Очень белая капуста получается, и очень вкусная. Так, все. Ой. Вы знаете, я ошиблась. Не знаю, когда погода разгуляется. Наоборот, смотрите, какой пошел дождь. Я даже вот ведро подставила, потому что течет и выбивает, видите, вот там вот дырку. Нужно, ну, там-то мято, не страшно. Нужно сделать такой отводик, шлангочку разрезать и повесить. Ну, это надо, Саша, сказать. Короче, дождь. Сейчас стремянка там, он, стремянка повешу в свою спальню, гордину, потому что я постирала и не повесила. То есть займусь сейчас быстренько такой хозяйственной частью, а потом уже на кухню. Я думаю, что сегодня на улице ничего не получится делать, потому что дождь. Побежали. О-хо-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! Многие меня спрашивают, что же у вас с рассадой? Покажите, пожалуйста. Я вам сейчас покажу, смотрите. Во-первых, что повесила такую тюль в одно, знаете, чтобы не было много, потому что были сборники. Там, видите, помидорчик у меня. А это вот я посадила под бутылку розы в доме, те, что Саше букет подарили. И вокруг вот там помидорчики обсадила отсюда. Думаю, может вырастить. Дальше пойдемте. То есть говорят, покажите, как вы живете. Это обычно мы живем. Господи, как мы живем? А вот стремянка еще стоит, буду там вешать. Спальня вот тут наша. Это зал, так назывался раньше. Вот пианино. Кому надо, пожалуйста, приедьте. Я больших денег не возьму. Хочу продать пианино. Оно не нужно. Понимаете, оно занимает только место. Ой, ой, сейчас, секунду. Ой, нельзя так хряпать. Сашуня не хочет играть. Видите, называется Украина. Хорошая пианино. Так я и играю, видите. Говорю, Сашуня, дай, пожалуйста, объявление. Да, а вот и ныне там. Так, здесь у меня орхидеи мои, каканы, которые не очень хорошо. Тоже помидорчики. Но я не о том хочу. Смотрите, какой этот большой цветок у меня. Это вы помните, что я отсадила. Вот тоже большущий. Ой, господи, слепа. Смотрите, я столько не пугайтесь, потому что здесь у меня караул. Смотрите, видите, я взяла кастрюлю грязную. Я взяла, подрезала бутылки, дырочки земли. И попересаживала, потому что в тех ячейках просто пропадает рассада. А смотрите, какие синенькие. Господи, боже мой, выросли. Надо же их, чтобы они росли. Поэтому я их сегодня только вот пересадила. Занималась этим всем хозяйственными вопросами. Сейчас вам покажу, какие у меня здесь помидоряки. Срочно нужно тепло уже. Смотрите, видите, дебри. Но пишут, что нужно пикировать, пересаживать. Но я смотрю, смотрите, все-таки же такие, смотрите, мощные такие стебельки. И вот здесь, посмотрите, я не густо посадила. Поэтому такая рассадочка вроде неплохая. Пу-пу-ту, как говорится. Так, и вы знаете, что вы сейчас пойдемте на улицу? Я была не права. Опять такое. Знаете, не то, что солнце, но дождь прекратился. Это хорошо. Пока я занималась этим всем, погодка наладилась. И, ух, не ма до сих пор моего хозяина. Я поставила там варить яйца, он заказал мне вареные яйца. Хорошее блюдо, да? Вареные яйца. Вот, смотрите, эти лоточки. Я прямо отсюда землю брала. Я их сейчас помою. Видите, они не очень глубокие. Помою. И высушится. И на следующий год будет, если доживем. То есть выбрасывать я это не буду. Смотрите, оно в один-в один стало. И отлично. Место занимает немного. Так, вынесла эту рассаду. Вот, пусть она тут стоит, у нас прогревается. Я сегодня даже поливала. Видите, вот ведро такое грязное. Ну, вы видели, тут дождь шел сюда. Я поливала это дождевой водой. Чтобы помидоры были такие, знаете, как у меня голова. Так, значит, сейчас это я мою. И хочу сегодня приготовить. Все-таки, знаете, как получилось? Немножко смешно получилось. Ну, вот я. Чтобы вы не переживали, что меня нету. Не буду долго себя показывать. Потому что уже видите, какой я копточки. Значит, смотрите, что произошло. Я, идем к вам дома, пройдемся и поговорим. Вот там, когда прошла посылка от Людочки. И такая коробка красивая была. И там такой, как лимонный кекс был. Я там рассказывала, читала. Читала, если немецкого не знаю, читала. И говорю, есть 405 или 450, не помню. Оказывается, Людочка мне спасибо большое. В фейсбуке написала все, что это крахмал. Помните, я говорила, о, как крахмал там такое. А это оказалось, оказался кукурузный крахмал. И она мне написала очень прекрасный рецепт с той коробки. Говорит, делай. Потом получится, я тоже сделаю. Но там нужны ананасы кусочками. Поэтому я поеду в магазин, когда Саша принесет, куплю ананас. И сделаем тот пирог. Он готовится очень быстро. А пока вот хочу вам показать. Смотрите, видите, вот на полу. Видите, такие как кашечки зелененькие. Что происходит? Смотрите, у нас там вот стриха, у нас на Украине называют. Вот там. Видите, и это мы обшивали с Сашей. О, смотри, видите, он, 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 квартирант выглядывает. И вот они туда залазят. Там вот, видите, тряпка, мы там закрыли. А здесь, смотри, и не боится ничего. Ты, кш-кш, о, полетел. И они, вот это обшито, такая, знаете, не пенопласт, это как-то называется, а полипи... Ну, короче, и они вот выклевывают его. Представляете? Так они же разломят весь дом. И вот видите, какие у нас тут трещины были? Это потому, что у нас в подвал сильно было воды много. И садился дом. Сейчас мы засыпали, все забетонировали. Шикарно сделали. Я думаю, что такого не будет. Хочу похвастаться. Вот смотрите, видите, вот эта вот веранда, она такая желтенькая у нас. Это все мы делали сами с Сашей, наверное, уже года пять назад. Сами обкладывали, сами штукатурили. Может, немножко где-то и не важно. И песчаник тоже ложили сами. Я, значит, прикладываю, Саша вырезает, и все вот это делала я. Пальчиками вот так вот расшивала расшивочку. И кто не приходит, говорят, Алла, ну ты обманываешь. А я говорю, ну честно, это делала я. И вот понизу, тут такие палочки мне Саша набил, и я все делала. Вот этот вот песчаник тоже, вот это все я делала сама. Но я вам скажу, что песчаник, да, он простоял уже, наверное, лет, может, семь, я не знаю. Он не годится на пол. Он, хоть и толстый мы брали, смотрите, вот видите, двоечка, двоечка. Он не годится на пол. На стене он хорошо, а на этом нет. Фундамент оббивали тоже, потому что мама в свое время, он видит, эту сторону еще не сделали. Она цементировала, черным покрасила, поэтому мы выбивали, вот это вот красили, Сашу не так делали. Так вот здесь вот, смотрите, вот подожди, тут или нет? Или немножко поближе? Сейчас я сориентируюсь. Нет, вот поближе, сначала вот здесь, вот здесь, где-то вот так вот заходил. Да, да, а, вот же. Вот этот вот выкосок такой, видите, знаете, почему это, потому что раньше было, здесь открывалась у нас дверь, только заходишь, вот здесь начинался вольер. У нас, когда был первый кавказец, вот у него было отсюда вольер и аж до угла. Представляете, как он тут бегал, что он тут творил. А потом у нас была азиатка, мы сократили немножко вольер. Вот, видите, вот такой он у нас был. Ну, а потом она умерла, я сказала, что все, не хочу, не хочу. И дворняжки были, но сейчас не хочу. Так, вот смотрите, какая-то чудо-вишенка открывается, будет сколько цветочков. Вот это вот супер. Если вам на рынке, вы где-то, ну, будете покупать для сада, купите. Чудо-вишня называется. Красота. Что-то общее с черешней и с шпанкой. Вот такая черная вишня. Очень-очень хорошая. Видите, травку выгребла, уже зеленеет, но надо убрать все это. Вот эту яблоню посадили, она что-то херее-херее. Мне кажется, она уже схерела. Этот, черешня тоже у нас очень печальная, потому что мы ее, Саша ее спас. На Украине просто повально, года, наверное, два, может три назад черешня все засыхали. По всей Украине. Я думаю, что такое? Оно храбаки, храбаки поедали корни. Ну, Саша спас ее немножко. Ну, она такая кучерявая, пообрезанная. Видите, тоже уже скоро ее надо будет пилить, потому что самая большая беда, это школьники, которые лезут на забор и это все выламывают. Тоже тут у нас травка мы засеяли, видите, ну и сколько косточек. Это же ели и плевали, 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 вот тебе сколько косточек. Так, вот эта яблонька очень хорошая, очень она такая зимняя. Вот видите, стекло, которое я хотела поставить туда, не годится, но разбитое, надо побить и мусорная машина завтра будет. Отнесем. Вот, видите, два камня булыжника еще есть. Хочу же эту горочку сделать. И там чуть-чуть вот есть. Мне бы еще, хотя бы, еще таких пять, ну, пять кучек и было бы нормально. Вот видите, как мы быстро обошли дом. Тут листья опять понаносила. Персики, персики тоже должны цвести очень хорошо. У нас раз, два, три персика. Много, конечно, персиков, но ничего. Дай Бог, чтобы они были. Все, видите, обошли вот быстренько. Маленький огородик у меня. Вот угол и там возле Сережи угол. У нас очень много заборов, а все остальное, земли мало садить. Ну, я вам скажу, что хватает. Но еще, если бы чуть-чуть, если бы еще соточку. И то, на этой соточке я посадила бы хороший сад. О, Сашенька вставил. Вот умничка. Сегодня в магазин заедите. Видите, вставила эту веревку, эту, как он называется, не кабель, а, ну, забыла, как он называется, вот это вот. Ну, кабель, наверное, кабелек все-таки. Кабелек. Так что, вот такие дела. Показала вам быстренько свой дом. Не дома, а свою территорию. Ну, что, теперь загвоздку за тем, чтобы я поехала в магазин. Ну, я думаю, что вы дождетесь этого пирога, потому что готовится он очень быстро. А я пока сейчас пойду с холодильника достану масла, потому что там нужно будет масло комнатной температуры. Все, мои дорогие, отдыхайте. Я сказала, что вы отдыхали, но я хочу сказать, передать привет Белгороду. Женщина пишет, почему привет? Я же вас просила, передайте привет Белгороду. Поэтому я передаю большой, большой, пламенный, вот такой щирый, украинский вам привет. Хорошо? Все? Разгулялась. Саша приехал домой, сейчас будет ехать за патроном, за этим. А мы с Сережей едем в магазин. По пути он меня нанимает. Сата, заклеишь калитку? Блин, Кохана заказала торт, да не просто торт, а торт киевский, представляете? А Сережа не может отказать своей дружине. Поэтому сейчас мы поедем на его машине, и я заодно куплю ананасы там, которые необходимы для приготовления того пирога с коробки. Так что мы едем опять туда на Московскую, на этот оптовый рыночек, там хороший магазин. Вымыл машину, смотри, Сережа, ну просто супер. Так что, так, сейчас я... Ой, и коврики помыл. Сережка, ну ты просто... Ой, подождите секунду. Ох, спасибо. Ох и тисно. Сереженька любит сильно близко ездить. Я люблю ездить на его машине. Так что все, сейчас мы едем. Мы едем выше машина у Сережи. Сидишь, как король на именинах. Ну и Сережа, как король. Видишь, непривычно мне с правой руки снимать. Надо тут такой штатив. А, у тебя даже тут штатив есть для этого. Ради видео снимать. Так, все, едем. Короче, дорога та же самая, просто другая машина. Ехали тот же магазин, только это тыльная сторона. С другой стороны. Сейчас пойдем. Звоняю в магазин. Тебе, еще и погодка разгулялась. Я уже надеюсь, я в тухлях. Так, а тележку надо взять. Я без тележки не могу. Не, я даже... Разричу, пожалуйста. Ух ты, блин, дитину разгуде. А, что они чуют? Не чует? Вони все чуют, неправда. Я как на зло рекламываю. Тут сразу выходишь в главное отделение. Ага, ведется видос посторожения. Ну, магазин этот уже знает. Я не буду показывать. Сережа там покупает то, что ему нужно. Вот, смотрите. 400... 418 гривен. Ну, кусок там мяса купила. Еще какую-то фигню купила. Ну, ничего не купила, деньги отдал. Вот кто-то замерз. И тут, по идее, цены самые маленькие. Сережа, я тебя на улице жду. Открывайте. Сим-сим. А, откройся. Сим-сим. Открылась. Ты смотри, как погода разгулялась, да? И вот здесь, видите, тут раньше были оптовые. Это была овощная база. А теперь, видите, магазины, магазины, магазины. То есть, можно купить, что хочешь. И от фермера. И от не фермера. Все. Дары моря. Там мне туда зайти посмотреть кальмары. Там мне очень хороший рецепт кальмаров прислали. Но там, помимо кальмаров, надо еще животики семки. Или лосося. То, конечно, там не главный кальмар. Там ингредиентов целая куча. Где Сережка так долго? Так, ну все, идемте к машине. Разгулялась погода. Я, честно говоря, в тех магазинах ни разу не была. Цены ниже оптовых. Коко. Ну так не стой, пиды, сходи, гля. А, вот Сережа уже еде, поехали. Так, выбрасывай. Отчитываться не перед кем не буду. Ух, как ты, как поезд. Знаешь, по холодильникам, по этому, по всему. Коврик. Кохани, дивите, какой торт купил. Киевский торт. На сегодняшний день, конечно, очень дорого. Сколько стоит этот тортик, Сереж? Двести двадцать гривен. Это, ну, девять долларов. Я? Вот такая сладкая жизнь. На, пожалуйста. Кохани, что не сделаешь, да, Сережа? Так, тележка пусть, наверное, стоит тут. А я вам купила. Ну, давай, иди. Давай мне ключи. Иди, узнавай. Самого вверху показать вам съезд с электростанции не получилось. Пока нашла. То в сумке, то в кармане. Нашла. Ну, уже, видите, съехали. Вот так красиво сверху. Такая высокая горка, что видно даже... Вот там дальше у нас Власовка, да, Сережа, или как она называется? Горы. Ох, надо было нам в этот ряд, конечно. Сейчас мы перестроимся. Никого нету. Хорошо. Вот так, все. Серега хочет еще там баблосики снять в банке. Сейчас поедем. Сережа, может, не будешь тортик вести, Кохани? Поедем, у десь кабак погуляем. Так, машину хорошо покрасили, да? Отлично вообще. Так, ну, едем в банк. Сейчас мы находимся на улице Ленина. Я вам только, конечно, зимой показывала. И вот наш парк городской. Вот где зеленое такое тентованное сооружение, это у нас здесь музыкальный фонтан. Вот эти все новые лавочки. Вот если вот так вот посмотреть, вот под углом, вот видите, мужчина красивый, там вот портрет, вот где я пальцем показываю. И рядом памятничек Манюсенький сидит. Это портрет нашему Олегу Бабаеву. Это наш мэр, который сделал этот парк. Тут лавочки были, я еще дивувала на них. А теперь такая красота, посмотрите. И это место, где гуляет молодежь, где гуляют с колясочками. Здесь, когда все зазеленеет, здесь просто прелесть. Вот там, где написано «Милк», это у нас был раньше кинотеатр больший. Потом его сделали зеброй, дискотейки были. Там два большущих зала было. Сейчас я не знаю, что там. По-моему, там фильмы не крутят, потому что у нас есть коммерческие вот тут кинотеатры, и галактика, и Европа. И вот такое здание просто-напросто никому не нужно получилось. То есть молодец, так красиво. Ну, я как-нибудь буду поближе, вам покажу. Такой красивый мужчиночка был. Жалко, очень жалко такого человека, что просто-напросто расстреляли. И до сих пор еще непонятно, кто что. Сидят люди там в СИЗО, но непонятно, кто это сделал. Это наш МТ-банк центральный раньше был. Мотыцыно назывался этот нефтеперерабатывающий. А теперь я не знаю, кто там. Он, Сережа, пошел. А, Индустриал-банк. Индустриал-банк. Здесь зарплату выплачивает. Он работает на Лукасе, а не зарплату получают с карточки. Вот так вот такой у нас центр. Это прямо туда идет, как ехать к Амстуру. Вон там мозаика прямо видно. Дармаш. А если туда, то в обратную сторону, то там у нас Днепр. Раньше, когда были демонстрации, на 1 мая, на 7 ноября здесь был у нас парад. И вот мы с школой ходили, с родителями ходили. Ой, вообще супер. И вот там вот дальше, вот в том направлении, в том направлении, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. Там есть ресторан Украина, и там была на углу такая, ну как маленький киоск, и там продавали пирожные. И была там картошка. Какая она была вкусная. И сейчас там есть. Ну, конечно, уже более культурная, но картошка не та. А так было очень вкусно. Ну все, я купила все, что нужно. Ананасы я купила. Ананасы даже недорогие, что-то оказалось. Не знаю, какое там качество. Банка 500 граммовая, около 30 гривен что-то. Это недорого. Попробуем сделать Людайский на этот десертик. На быструю руку купила говядинку. Сегодня сварю, поставлю бульон. Завтра мы с вами приготовим украинский борщ, потому что очень многие просят борщ с пампушками. Мы это изробуем завтра с вами. А сегодня у нас будет десерт. Все, Сережа пришел, мы уже едем. Мы дома. Ой, сейчас покажу, что здесь я накупила. Обзор покупки. Так, это Сашки злахи, шмаки. Так, это хлеб. Водичка. Огурчиков свеженьких взяла. Уже по 44 гривна килограмм. Кулечек. Никс. Вы поняли, да? Это зефир жевательный. Так, опять купила такие сливки, потому что нет. Зущёнку купила белорусскую опять. Хренчик вкуснючий. Вот такие ананасы я купила, видите, с маточками, в сиропе. Вот такие. Я думаю, пилю. Так, купила вот такую, смотрите, говяжью рульку. Затянула вон она на 56 гривен. Выварю. На варистый будет у нас борщ. Так, купила папе две бутылки пива. Сегодня ветер, он выходной. Купила зеленушку вот такую за 10,56. Купила вот такой кусочек 56 гривен. Это по 85. Ошеек говяжий. Сделаю. Это Саша таки три булочки она любит. И пакет молока Сашуни, потому что она коровь её не любит. Завтра иду за молоком куплю. Пачка вот такого дешёвого масла. Это масло для выпечки. И вот эти яблочки с эмиринка. Но они, конечно, не такие, как в тот раз были. Но посмотрим, какие они есть. Так, и купила 5 килограмм сахара. Так, потому что с мешка уже ничего не осталось. Всё. Вот такие вот покупки. Хочешь радуйся, хочешь не радуйся. Смотрите, только мест на столе. То есть немного. А, денег много потратила. Всё. Сейчас быстро всё убираю. Споласкиваю ручки. И мы начинаем с вами готовить торт. Или пирог. Короче, готовим десерт из коробки. Я его назову так. Дорогие мои, начинала всё с этой смешной коробочки. Что я говорила, что здесь красивый такой, конечно, кекс. И здесь, наверное, написано, что нужно добавлять, чтобы этот кекс сделал. Но это оказался кукурузный крахмал. Вот так вот. И мне Людочка написала рецепт, которым нужно использовать этот крахмал. Смотрите. Нам понадобится кокосовая стружка. Я взяла вот эти вот застебашечки, что прислала Люда. Смотрите, как удобно. Видите, застебнул. И всё. Никуда ничего не высыпется. Теперь у меня и молоко, и всё на этих штучках. Я вам сейчас покажу, потому что мне молоко надо будет. Так. Честно говоря, ингредиентов почему-то очень-очень много. Смотрите. Видите, молочко срезала и закрыла на уголочек. Так, пусть молочко здесь стоит. Что нам нужно для этого торта, пирога? Я даже не знаю. 250 граммов сливочного масла мягенького. 150 граммов сахара. 1 пакет ванильного сахара. У меня большой, 16 граммов. Ничего, это нормально. 5 яиц. Вот, пожалуйста. 5 яиц мы будем разделять на белки, на желтки. 60 граммов кокосовой стружки. 100 граммов, 100 миллилитров, вот и моя рюмочка любимая, ананасового сока. Дальше. 50 миллилитров молока. 375 граммов муки пшеничной. 125 граммов крахмала кукурузного в данном случае. 1 пакет разрыхлителя. И 260 граммов ананаса. Вот такими вот кусочками он нарезан. Можете немножечко мельче измельчить. Показываю просто кому-то непонятно. Вот, пожалуйста. 260 граммов ананаса кусочками. Так, все у нас есть. Начинаем готовить тесто. Много ингредиентов. Прошу заметить. Видите, как удобно? Что все теперь у меня одинаковое. Красота, просто красота. Так, беру большую миску. Так, первое, что мы делаем, мы должны масло взбить из сахара. Сейчас я возьму миксерок. Сейчас я открою. Как-то так масло закрыто. Странно, какая-то новая фирма. Такое еще и не видела. Но у меня пачка 200 граммов. Я добавлю где-то ложку растительного масла. Боже, это вообще. Надо было сначала его открыть, а потом уже, чтобы оно растаяло. Потому что невозможно открыть. Как-то придумали упаковку. Бог знает по какому, честно говоря. Так, масло сюда мягенькое. Так, это не выбрасываем, потому что мы пергаментом будем покрывать форму и смажем. Все как всегда. Так, ложечку для ложечки, вернее, для миксера используем. Потому что хватит уже. Я начинаю все правильно делать. Все правильно и красиво. Так, добавляем сюда весь сахар. Масло это сюда. И сейчас я добавлю 2 ложечки растительного масла. Но вы берите 250 граммов, потому что просто у меня нету такого мягкого. У меня есть сливочное масло, но нету мягкого. Это уже отступление от рецепта. Это уже я сама придумала, потому что у меня нету... Чтобы не мыть салоно на салфеточку. Так, ну что. И теперь начинаем взбивать масло с сахаром. На маленькой скорости там не летело. А чтобы не летело, что нужно? А секундочку, подождите. Вот смотрите, видите, просто, как говорится, положила это приспособление. И пусть оно лежит там, в сарае. Пусть ждет, не знаю чего. Вот, надо же было чистый венчик. Сюда его так вот раз и просунуть. Первое мнение, что же это за штука, были у меня правильные. Но потом почему-то я сама себе вроде как-то изменила и... Видите? Видите, ну не летает. Ну, чтобы сказать, что так прямо удобно. Как-то оно ерзает. Не знаю. Ну... Если придумали, значит будем пользоваться. Правильно? Пользуемся. Уже не пользуемся. Снимаем. Ну, еще одна штучка, будем мыть ее. Ну, собственно, для начала, чтобы не летало. Очень хорошо даже, я вам скажу. Ну, теперь уже не летает сахар. Уже можно взбивать и так. Ого! Так, и сейчас я добавлю сюда ванильный сахар сразу. И потом, если у вас есть другой миксер, пожалуйста, мне придется мыть венчик, потому что мы будем взбивать белки и желтки. Так, еще раз собью. Красиво. Прямо вообще все повылазило. Повылетало. Так, ади, моя любимая. Вот она. И мне, моя любимая, моя. Вот видите, маслочку. Такое оно хорошее стало. С ложечки все, потому что это все граммки. Так, и теперь я быстренько помою венчик, потому что венчик должен быть сухим. Масло мы взбили с сахаром. Теперь оставляем в сторону, разделяем яйца. Желтки начнем первыми взбивать, а потом, ну, хотя желтки можно взбивать чуть-чуть вот это все, можно это качественно не мыть. Я взяла свои две любимые формочки и начинаем разделять яйца на белки и желтки. Это все быстро мы делаем. Вы это уже умеете делать с закрытыми глазами, я уверена. Поэтому на этом акцент я делать не буду. Желтки бегут у нас в холодильник. Так, стойте здесь, ждите жданного. А желтки сейчас я начну взбивать. Значит, получается у нас пять желтков. Я сейчас все их взобью и добавлю сюда сок ананаса и молоко. И потом кокосовую стружку. Просто до однородности. Не надо, здесь сахара нет, никакой пены у нас не будет. Так, теперь выливаем 100 миллилитров сока ананаса. Видите, как тянется? Так, и сейчас сюда добавлю 50 миллилитров молока. Все же пользуюсь этой манюсенькой моей рюмочкой любимой. Если вы где-то будете видеть такую рюмочку, купите себе. Они продаются на рынках. В магазинах, конечно, нет, в супермаркетах. А на рынках можно даже на блошинам купить. И будет вам мерка шикарная. Для консервации это незаменимая помощница. Вот такая стопочка. Так, выливаем 50 миллилитров молочка. И перемешиваем. Взбиваем. Так, и теперь добавляем сюда, значит, смотрите, кокосовую стружку. Все остальные сухие ингредиенты мы смешаем отдельно. То есть крахмал, муку и разрыхлитель, это у нас в отдельной емкости. А стружку добавляем сюда. Так, перемешаем, чтобы не летело. Потому что то уже я отправила на мойку ту штучку. Я так понимаю, если кто-то не любит кокосовой стружки, можно не добавлять. Я взяла свои слова обратно. Очень брызает. А так накрыло, не брызает. Супер! И не надо ничего вытаскивать. Вот, смотрите, раз, и венчик остается здесь. То есть все продумано. Это просто алло, не трошки тупенько. Вот вы знаете, как оно сцилонно асфальтовано. Так вот, это и у меня. Так, все. Пока это в сторону. И отставляю взбитую всю эту жидкость в сторону. И сейчас мне нужно помыть венчик, потому что я буду взбивать белки. Но перед тем я соединю крахмал с мукой в одну емкость. Высыпаем весь сюда разрыхлитель. Сейчас, одну секундочку. Все вместе. И просеем тогда все вместе. Так, разрыхлитель. И еще что можно. Вот для меня ананасы эти крупноватые. Хотим пополам разрезать. То есть я разрежу сейчас ананасы. Все. Мою венчик и разрезаю ананасы. То я с холодильника взяла белочки. Хорошо помыла венчик. Щепоточку буквально соли. Это для того, чтобы лучше взбивались наши белки, потому что сахара нет. Ну и плюс, вы знаете, соль и сахар должно быть. Немножко взбиваем до пены, потом добавим сольки. Все, поставлю. Смотрите. Все, и взбиваем до таких мягких пиков. Не буду шуметь. Так, достаточно. Смотрите, как мы взбили. Мягкие пики. Смотрите, переворачиваю. Видите? Ничего не выпадает. Видите? Такие мягенькие, красивенькие пики. Вам хорошо видно? Вот, смотрите. Не надо перезбивать. Это не на глазурь. Так. Отставляем немножко в сторону. И продолжаем дальше. Берем теперь наше масло. Сюда выливаем желточно-кокосовую смесь. И молочную, вы помните, да? Так. И перемешаем это все. Желтенькое такое на цвет. Масло сейчас должно соединиться с этой, с этими ингредиентами. Ну, кокосовая стружка, она прямо такая чувствуется. Шершавенькое. Так. И теперь просеиваем сюда муку, крахмал и разрыхлитель. Я это сделаю через сито. Все сразу просеиваем. Это тесто жидкое мы не замешиваем. Поэтому вот по норме, сколько положено муки, все и просеиваем. Увидите, какая-то фигнюшка там завелась. Так, теперь перемешиваем аккуратненько. Масса вроде будет густая сейчас, кажется, а потом станет нормальной. Ну, я сейчас немножко соединю с мукой и подготовлю форму. Потому что, вы знаете, это все-таки, как ни крути, но похоже что-то с масляным бисквитом. И поэтому нужно, чтобы уже форма была готовая. Только вымешиваем тесто, и сразу духовка у меня разогревается. Будем выпекать при температуре где-то 170-180 градусов. Я пока поставила на 200. Вот сейчас это мы все соединим. И будем частями вводить белочки. Так, все, пусть пока миска стоит. Я сейчас быстренько подготовлю форму. Форма вот готова. И пачечкой хорошенечко смазываем. Ну, вы поняли, да? А то, может, некоторые уже начали со средины смотреть, думают, чем это она смазывает. Просто здесь на полиде из масла остались остатки масла. Специально не так хорошо выпирала для того, чтобы смазать хорошо форму. Все, форма готова. Пусть ждет своего, как говорится, часа. Так, а мы добавляем сейчас половину сюда белочков и аккуратненько вмешиваем. По мне, честно говоря, очень много сухого. Тесто будет такое сильно забитое. Ну, посмотрим. Не надо говорить, потому что я уже сказала, что мне не нравится вот та штучка, чтобы взбивать. Она отлично, она незаменимая просто. Так, так что накажи его, пока не перескочишь. Значит, вы поняли. Сейчас я вмешиваю сюда аккуратненько белочки. Ну, что я вам скажу. У меня начинает сниматься лопатка, поэтому я беру приспособление, которое прислала Люда. Это оказалось приспособление для вымешивания теста или для фарша. Как говорится, век живи, век учись. Одна женщина написала, ну, не от доброты. Она шутит, что вы ее слушаете. Как же так? Она была на мастер-шефе, работала под руководством самого известного в мире повара. Боже мой, ребята, запомните, телевидение это шоу. Шоу, не вдолбачивайте себе в голову всякие глупости. И она не может этого не знать. Да не знала я, правда. Ну, чего бы я вот это выделывалась. Ой, смотрите, теперь. О! Вот я не знала. А, между прочим, очень, значит, жесткая эта лопаточка. Сопротивления такого большого нет. И отлично вымешивает, действительно. Смотри, как чувствуется. Ух, ох, ох. То у меня там то слева, то справа, то оно спадет, то не спадет. Смотрите. То есть, шикарно. Людочка, спасибо большое. Я даже не догадалась. А что это? Зачем это? Вот, спасибо, девчонки. Вы мне, девчонки, парни, все подскажете. Первый, конечно, угадал. Это Фокс Юэй. Юрасик Карасик. Он сразу написал, что с дырочками, вот с отверстием, вот эта крышка, это для миксера. Ну, я это знала, что для миксера. Даже мой муж потом сказал мне. Ну, а что это? Единицы угадали. Ну, я думаю, посмотрели, наверное, в интернете. Хотя мне можно было посмотреть в интернете. Ну, так, вмешиваем. Намного. Так мне хочется сюда уже руку засунуть и рукой перемешать. Ну, ничего, я ничего не могу здесь менять. По мне, очень густое. Но я все на весах отмерила. Посмотрим, что получится. Ну, на картинке, на картинке это кекс. Это не бисквит. Это кекс. Поэтому, может, такое тесто и должно быть. Вот, уже, смотрите, какое оно однородное. Какое оно клевое. Видите? И ровно, что эта лопатка, она хорошо и по бокам запирает. И так, и теперь высыпаем сюда ананасы. Вот сейчас немножко жидкости сейчас ананаса появится у нас тут. И перемешиваем. Я не стала мельчить эти ананасы совсем. Так, перемешиваем. Духовка готова. Так, ну, короче, я перемешиваю все до однородности. Все, нигде у нас непромесов нету. Ананас полностью в тесте. Сухих ингредиентов тоже нету. Девочки, красавицы мои. Увидите вот такое приспособление, обязательно себе купите. Я честный человек. Если мне что-то не нравится, я скажу, у елки-палки. Ну, это такая фигня. Это вообще, знаете, лишь бы пыль. Я называю это все пылесборниками. Вот эти всевозможные хлебопечи, потом фритюрницы. Это все пылесборники. А это, ну, класс, класс. Ребята, действительно, намного легче вымешивать. Казалось бы, такой ключ, да? Так, все. Теперь проверим еще раз. Хорошо закрыла форму. И отправляем тесто в форму. Смотрите, вот видите консистенция? Намного гуще, чем бисквит. Намного. Тяжелее намного. Но похоже на кекс. Если какао добавить, то будет вообще зебра, мраморный. Какой хотите. Так что у меня там духовка уже попахает. Так, разравниваем ровненько. Я думала, и сегодня будет короткое видео. Наверное, не получится. Все я соединила, потому что, господи, первый. Сижу и плачу, пишет мне женщина. Почему такое короткое видео? А я, честно, сама не думала. Я думала на этом и закончить на уборке. Но потом, потом день рождения это пригласили. И думаю, ладно, поделю на две части, чтобы вы не уставали смотреть. Потому что действительно очень долго. Но когда готовишь, то ладно, там уже не можешь прерваться. А так. Так, все, я до последней капочки все выбрала. Молодцы мы с вами. Тесто замешивается очень быстро. Не переживайте. Так, сейчас я немножечко, чтобы оно такое ровненькое было. Потому что поверхность такая и будет потом. Так. Духовку. Убавляю температуру. Ставлю 175 градусов. И отправляю. Что такое? А, это Алла поставила. Вот идиотка. Ну, просто идиотка. Понимаете? Поставила противень туда. Фу. А он выгорает. Чего выгорает, не пойму. Ох, 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 ох. Знаете, какой у меня туман? Это я поставила, чтобы... Смотрите. Видно? Смотрите. Ой, туман, туман. И вот это хорошо, что я еще кухню не помыла. Вот за такой тупость, и потом приходится мыть кухню. Поставила листик. Думаю, пусть он выгорит. Чтобы его хорошо помыть. И просто забыла. Фу. Так, все. Ставлю тесто в духовку. Фу. А наш... О, как он треснул. Ёли-пали. Немножко уберу. Пока пирог выпекается, я решила сделать гуляш. Видите, я говядину тоненько нарезала. Цвет такой от этого... Сумата. Да? Сумат называется, да? Ну, да. Сюда всякие специи. Морковку нарезала. Лучок. Сейчас немножечко вот поджарится. Ну, если вы захотите, я отдельно вам покажу. Как я готовлю гуляш. Некоторые гуляши нарезают толстыми такими кусочками. Потом тушат. Ну, а я люблю такими тоненькими полосочками. Знаете, в чем плюс этого рецепта? Мяса немного, а целая сковородка получается. Потому что нарезана мелко. Давайте я вас научу. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ох, какой он. Ах, какой, ах, какой был мужчина. Настоящий полковник. Давайте попробуем этого полковника. Нет, еще чуть-чуть надо. Еще мокренькое. Подымается. Такой, как... А что так лопнул? Не знаю. Но Люда расскажет, должен лопнуть он или не должен. Все, пусть выпекается. Так. А это секретное блюдо. Не буду говорить, что я сейчас буду сюда добавлять. Хорошо? Ага. Я думаю, дорогие мои, уже нужно доставать пирог. Потому что... Ой. Я его даже вот немножечко прикрыла. Фольевой кусок у меня был. Красивый цвет. Так. Ну, нужно, чтобы, конечно, остыл. Потому что вечно я хватаю его горячим. И он на разрезе совсем не такой. Вот куличи все. Подождать чуть-чуть, что я... Вот опаздываю или что. Ну, вот последний кадр сделаю немножко позже. Так. Аккуратненько вот так вот. Хорошая эта штучка, этот шпателек. И размазывать шоколад. И даже тесто резать можно им. И вот для таких целей очень хорошо. Так, я сейчас открою. Быстрей. Так. Вот. Быстрей так будет остывать. Смотрите, какой он высочезный. Главное, чтобы не уронить. Смотрите. Вам видно? Ахаха. Горячо, 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 горячо. Так, все. Пусть чуточку остынет. Сейчас я... Помою пока. Так, пусть немножко остынет. И потом я отрежу кусочек. Все-таки посмотрим, я была права или нет. Как кекс получится или нет. Все, остывай. Готов. Я посыпала пудрой. О, смотрите, еще вот яйца нафаршировала. Икорка. Ужинать просто будем. Макароны варю. Так, что я хотела? Я хотела взять ножик и тарелочку, да? Сейчас, секундочку. И вас отрежу, чтобы вы не говорили, что что-то там я накрутила. Навертела. Горячо еще, конечно. Не могу дождаться. Я не убирала с этого. Сейчас, секундочку. А, что тут? А, это у меня пергамент здесь. Фигуэнки. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, какая красота, ребятки. Какая красота. Так, я вот немножечко так вот положу. Мне нужно сфоткать, а потом я положу на тарелку. Потому что нужно, чтобы весь пирог было видно. Сейчас, одну секундочку. Мои дорогие, я еще раз вам покажу, какой на разрезе получился пирог. Видите, парует. Горячий. Я боюсь, горячий, пробуй, потому что будет. Супер. Ароматы были. Мои ходили, говорили, мам, ну что так долго, что так вкусно пахнет? Что так вкусно пахнет? Это ничего не пахнет. Я уже внюхалась как-то. Но действительно, ребята, пусть немножко остынет. И мы потом попробуем. Но вы увидели, что. Но я уже так могу сказать наперед, что это вкусненький получился тортик. И он внешне похож очень тот, который на коробке. Знаете, что нужно было сделать? Нужно было форму специальную из дырочкой для кекса. Как-то я не подумала, с головы вылетела. И тогда бы не было вот этой шапки, которая у нас открылась. И он был бы прекрасный, крул, белотрезовый, был бы еще выше. Ну и так, я вам скажу. Я просто не могу не взять в руки, чтобы вам не показать. Смотрите, кусочки ананаса. Какая красивая зажаристая корочка получилась. Просто прелесть. Смотрите, и с той стороны, и с той. Мы с вами молодцы. Людочка, спасибо тебе большое за рецепт. Все получилось с первого раза. Готовьте. Ага, вы не хотите. Вы хотите попрощаться со мной, как говорится, глаза в глаза. Ну хорошо, давайте. Ой, я хотела так, просто знаете, попрощаться, как многие делают. До свидания, готовьте, подписывайтесь на мое видео, и все нормально. Нет, не могу я попрощаться, даже если у меня не очень красивый внешний вид. Жарковато, конечно, уже на кухне. Я представляю, что мы будем делать с вами лето. Летом уже и двери открыты, но все равно жарковато. Поэтому, дорогие мои, смотрите мой канал, смотрите мои рецепты, подписывайтесь. Ну, конечно, может что-то не так профессионально, но я буду учиться. Честно, буду учиться. Все. Я вас люблю, да и все. Смотрите мои видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok